Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Эпоха Магии. Собираем маленькое зелье. Так, почта. Что-то у нас заполнено всё. Добавь меня в друзья. Добавь меня в друзья. Это... А кто именно? Блин, я с удовольствием, ребята, всех добавлю. Если так можно, я это сделаю. Так, 20 уровень. Отлично. Можно, нет? Сейчас посмотрим, ребята. Ой, могу, смотрите, 18 уровень. Так, 20. Смотрите-ка, ребята, здесь уже, ух, раскачано. О, даже 33. Даже уже клан свой есть. Отличненько. Так, талант. Естественно, тебя тоже добавлю. Так, следующий у нас кто тут? Монтекандо. Естественно, иди сюда ко мне в друзья. Так, кто у нас тут? Суккубус. 26 уровень, да? И последний тут у нас Егор. 31 уровень. Всё, замечательно. Спасибо вам, ребята, большое за то, что подали заявки. Я надеюсь, воспользуюсь вашими, как говорится, героями. Надо будет только понять, как это делается. Так, ну что, у нас здесь на рынке, естественно, подарочек, который мы сейчас с вами получим. И что же нам тут достанется? Ага, достается нам цепочка. Я так понимаю, это типа, ребята, ожерелье, да? Можно будет надеть на него. Ой, на себя. Так, что у нас там по заданиям? Ну, дай задание-то посмотрю. Мы же что-то выпол... А, все задания выполнены. Подожди секунду. А почему? Чё-то странно. Только что тут горело, уже все задания выполнены. Хорошо, давайте посмотрим, что мы можем... Ммм... Видимо, можем вот эту цепочку надеть на нашего Кобальда, если я правильно понял. Нет, смотрите-ка, браслет. Мы надеваем браслет, и давайте сделаем небольшую тренировочку для него. Буквально вот так вот. Да, он получает у нас десятый уровень. Ну что же. Не знаю, ребята, надо как-то отправляться нам сегодня... Да что такое, опять задания выполнены. Бомбить босса, которого в прошлой серии я не смог победить. Но думаю, что с помощью друзей мы все-таки сегодня должны будем его одолеть. Ах, повысить я могу. Давай, конечно, повысим. Во. Ну что же, нормуль. Так, уровень снаряжения у нас второй. Так, давай свиток наденем тебе. Ну что же. Или у нас есть два варианта, ребята. Либо мы с вами отправляемся в темную кампанию. Продолжаем, да? Можно, кстати, еще на арену сходить вполне даже. Или же в долину сокровищ. Я думаю, что в долину сокровищ можно сходить ради, знаете чего, ради фарма. Да, мало ли мы с вами там достанем какие-нибудь шмотки. Да хотя бы даже элементарно уровень. Так, ну что же у нас тут. Глава третья. Маг использует воспоминания героев, чтобы призвать сильнейших противников. Сильнейших противников. Ого. Смотрите-ка, кто это такой? Кто? Не знаю, кто это такой, ребята. Но сейчас, естественно, мы с вами все увидим. Герои друга добавите. Ну, давайте, ребята, чтобы не было никому обидно, я возьму Егора. Потому что он по уровню самый большой, тридцатый. Мне, в принципе, нужен именно хай-левел, как бы высокий уровень, чтобы пройти идеально. Я вот не знаю. А может быть, он сейчас сходит здесь, поиграет со мной, и потом надо будет выбирать другого. Посмотрим, ребятушки, как это все дело у нас будет обстоять. Ну, а сейчас будем, естественно, разбираться с отродием. Так, давай камушкам его. Ой, а почему... С какого ты перепуга вдруг встал в первый ряд, а, Кобальт? Секунду. А где... А где помощник? Кобальт есть друг? Так, что ли, получается? Странно. Подождите, кого? Немножко не могу врубиться. Или это все-таки мой Кобальт? Ладно, сейчас, ребята, разберемся с этим делом. Секунду. Давай мы этого добьем. Что мы... То одного, то другого. Нет, по-моему, ребята, это не тридцатого уровня. Явно. Чувачок. Это мой Кобальт. Подождите. Ладно, хорошо. Короче, я, видимо, просто добавил друга. Но в отряд я к себе его, наверное, здесь взять не могу. Вот, что я вам скажу. Но с таким успехом я могу сказать другое. Почему у меня вот такая дурацкая расстановка-то? Почему Кобальт, который дрищ делает у меня в первом ряду вместе с Беларой? Тут у меня должен стоять Токеда и мой маг. С чего вдруг все так перепуталось-то? Я такого, извините, танца не заказывал. Ладно. Я надеюсь, в следующем бою это как-то все поменяется. Не понимаю. Так, ну что, раунд два у нас. Приступаем к нему. И... Ой. Ого. Ого. Это кто такой? Это, ребят, какой-то инквизитор ядрёно вошь. Вот сто пудов вам говорю. Ну что, для начала, я думаю, надо вот это вот отродье завалить. Так, ну-ка. Во! Вот хорошо. Вот сейчас бомбанул. Так, сделаем масуху. Отличненько. Шикарненько, я бы даже сказал. И будем вон того, вон дальнего бомбить с вами. Мне он не нравится просто-напросто. Э? О, отлично, отлично. Всё хорошо. Так, вот это тоже хмырь. Что-то как-то он тут стоит, подозрительно. С посохом. По всей видимости, мак. И он сейчас как жаранёт. Я надеюсь, мы ему не дали шанса жарануть, ребята. Ну и остались тут охламоны, которых мы сейчас буквально с вами за пару сек разберём. Фига там, чувак? Рухнул. Сгорел. Да, буквально. И щепки какие-то остались от него одни. Ладно. Давай бомбить последнего. Есть! Ребята, ну, как вы поняли, мы здесь справились и довольно хорошо и просто. О, классная картинка. Это, по всей видимости, новый какой-то герой будет. Такой, знаете, убийца. Ночной убийца. У него, видите, сокол, чтобы он лучше мог видеть в темноте. Ну что, ребята, я так понимаю, у нас здесь будет вот какой-то, видимо, босс. Глава 4. Осколки окружены сильнейшим магическим полем, через которое не пробиться даже истинному магу. Вы посмотрите, какие тут ядрё на вошь. Прям как какая-то нежить или демоны такие. В общем, красивенько, по крайней мере, они вот здесь выглядят. Ну что же. Естественно, отправляемся в запретную долину. Героя друга выберите. Да я же уже выбрал. Как-то немножко странно. Ну, давай я, предположим, возьму вот этого вот. Ах, вот оно что, ребята. Вот оно что. Всё, теперь я понял. Давайте я выбираю. Короче, это, получается, мой герой уходит и будет друг. Ну что же, две звезды, 25-й уровень. Я думаю, что очень-очень даже будет хорошо. Сейчас мы зайдём с вами и забомбим всех. Ну, 25-й уровень, а у меня, извините, там 12-й или какой. Ну что же, тогда приступаем. Начнём, пожалуй, мы вот с этих вот Ахламонов Кобальдов. Только вот единственное, что я так понял, только Роланд может выступать у нас в роли друга. То есть мы не можем взять ни Белару, ни Токеду, ни Тонеду. В общем, как бы только главный персонаж у нас меняется. Одним словом, скажем так. Ну, давайте посмотрим, как он бомбанёт. На раз просто 25-й уровень просто сжигает на раз этого балбеса никчёмного. Но не забываем, что здесь, ребята, у нас будет три раунда. Поэтому я вот думаю, вот этого вот Кобальда... Я же сказал, Кобальда сп... А, недоступно. Он, видимо, прикрылся. Вот бейте лучше вот этого вот, главного персонажа. Он всё равно крепкий, он выдержит. А мои персонажи будут за это получать. Слушайте, а интересно, я так понимаю, что... Мой-то герой от этого, по-моему, не прокачивается. Ого, какие интересные чувачки. Мой герой, если от этого не прокачивается, ребята, то, боюсь, невыгодно так делать. То есть мы берём друга, да, к себе, вот, например, в компанию. Он за нас делётся. И, соответственно, опыт, наверное, идёт ему. А моему раунду, как говорится, шиш с маслом. А может быть, даже и без масла. Ну, странно. Опять же, это пока мне никак не проверить. Я даже не знаю, что вы тут присели. Что вас в одно место прибило, что ли? Да, прям посреди вот боя вам захотелось это сделать? Ха-ха-ха. Эй, дурачё. Эй, дурачё. Воу, тихо. У нас всего лишь второй раунд. А то он уже копьём бомбанул, да, смотрите, ребята. И пол здоровья отнял. С одного выстрела. Ну-ка, давай, кобальт. Малорик. Зажарили, чувачка. Так, что же, третий раунд. Ух, это, блин, прям какие-то, знаете, шаманы. Ух, как ты замечательно бомбанул. Давай вот этого чувака уничтожим. Мне он не нравится, потому что. Е! Несмотря на то, что они выглядят грозно, мы их довольно легко разбираем, ребята. Да, они какие-то у нас, получается, ватненькие. Давайте сюда вот провокацию мы сделаем. И добьём этого шамана. И остался у нас здесь хиллер, который, естественно, как обычно, бросает свои вонючие бутылочки с пойлом. На! Ну-ка. Получи, распишись. И добивочный, да? Ага, хрен там добивочный. Оу, как так? Ничего себе, ребят. Промахнулся даже высокоуровневый персонаж по этому хиллеру. Непорядок. Ну что же, моя награда. Спасибо большое. Получили пробирки. Какая хорошая картиночка. Пригодится, да? Заставочку. Так, в общем, мы победили с вами вот этих вот кобальдов. И нам дальше разрешают идти. Нам дальше разрешают идти, но я хочу, ребятушки, глянуть. Ага, здесь ничего. Ничегошеньки не вышло. Хм. Дайте-ка я гляну, что у нас там по героям. По героям пока, опять же, ничего. Ничего мы с вами не нашли, не добыли. Поэтому я думаю, что есть смысл дальше продолжать. Может быть даже пройти полностью. Хрен его знает, как у нас тут. Подожди секунду. У нас что, тут открылось? Нет? Нет, показалось. Пока недоступен. А вот этот вот, ага, это еще в разработке. То есть игра будет постоянно улучшаться, добавляться. Ну как, в принципе, и положено ей. Единственное, хотелось бы сразу сказать, чтобы не портили разработчики игру жестким донатом. Потому что уже сколько игр, хороших, перспективных, погибло, кануло в лету. Благодаря тому, что безбожный донат везде суют. Естественно, люди играют, играют, играют. Потом забрасывают игры. И, соответственно, играть. Они ловят, как говорится, куш в начале, на релизах, да? Но долго такие игры не живут. И скатываются на самое-самое дно. Ни одного не понимаю, почему столько этому примеров. И они до сих пор вот так вот жадничают. Так, ладно. Сейчас мы не об этом. Мы сейчас идем дальше с вами. Так, дай-ка я вот это вот. Ого. Крепкий, малый, крепкий. Так, тихо, ты успокойся. У нас опять же тут, ребята, три раунда. Что ты там делаешь? Не надо тут буянить. Не надо буянить, еще раз говорю. Получи и распишись. Да что ж ты не можешь забить? Давай, прыщалыга. Молодец. Хорошо уделал. Так, ну, Белара, естественно, ребята, слабенькая. Поэтому она здесь не сможет добить. Что, что, что? Бум. Массовый такой фаербол он в нас киданул. Который принес нам дамаг. Так, слушайте, я могу, ребят, поставить на авто. А надо ли? Сейчас посмотрим по врагам. Ну, вот давайте вот здесь вот посмотрим с вами авто. Тыч. Вот так вот он решил почему-то сделать. Ну, добиваем шаманку. Отлично. Два воина осталось здесь. Так, одного усыпили. Тонеда бьет. Ну, ага, вот. Замечательно. Остался один. Остался один. И, естественно, ого. На 4,5 тысячи бомбанул. Это я считаю круто очень. А почему-то он, наверное, всего на 2 тысячи шлепнул. Как-то странно. Крит играет здесь рандомно. Ну, и третий раунд. Вот оно как, да? Нет, такие чувачки, да? Кровожадные, блин. Ну, на мертвецов, честно говоря, они не совсем похожи. Но все-таки это какие-то демоны. Да, потому что вроде бы как кожа не свисает, кости не торчат. И в то же время они такие ужасные. В общем, в плане анимации персонажей очень даже хорошо сделали. Разработчики, как говорится, подошли с любовью к этой игре. Но еще раз повторю, ребят, лишь бы не убил ее донат. Сколько игр уже погорело на этом. Так, все, ребята, здесь мы с вами прошли. Шикарно. Победа, опыт, деньги, монетки и маленькие зелья опыта. Это все чудесненько. Город Песков. Такой, знаете, Багдад какой-то. Идем, короче, сюда. Ладно, что же у нас здесь остается. Вот, ребята, мы можем с вами вот сюда пройти. Новое испытание. Так, глава 6. Маг готовит новое испытание для героев. А Маг, ребята, как я понимаю, это именно тот дедок, который сказал, чтобы мы отсюда его якобы проваливали. Но мы-то, естественно, не будем отсюда никуда валить. Мы, скорее всего, до него дойдем. Может быть, его даже наказать сможем. Ну, не сможем так, не сможем так. Ну что, давайте попробуем еще на автобое. Хорошо. Да, вот этого шамана нужно, ребята. О, пачки. Вот это, да. О, он прикрылся. Так, этого забамбашили. Что он орет? Он орет. И что делается? Ничего, ребята, не меняется. Так что крикнул он в пустоту, можно так сказать. Так, мы получили с вами кровоизлияние. Да, танк у меня сейчас будет, наверное, потихоньку терять здоровье. Слушайте, все-таки как-то немножко, вот, честно говоря, мне странно. У нас вроде бы началась игра. У нас вроде бы войны и все это маги. Но почему хила нету? Где хил? Обычно в таких играх должны сразу после война давать, ну, там, предположим, мага хила. Здесь же нам дали ведьму, нам дали самурая, нам дали танка. Но хила мы здесь не видим. Это как-то, ну, нелогично. Это против, против всех правил идет. Хе, сюжета жанра вот этого именно, игр таких. Нет, конечно, нам предлагают купить за деньги персонажа лечащего, но... Не вижу вот это. Так, добавляешь. Кто-то 1100 набил, а у меня всего 300. Не знаю, что они там пока набивают. Я, по всей видимости, еще до этого пока не дошел. Ну что же, как видим, демон пал. И у нас третий раунд, ребята. Я вам скажу, что автобой пока на... Так, тихо, кто это такой? На данном уровне довольно неплохо справляется. Бум, упал. Инквизитор, смотрите, да, классно. Он превращается в камень и... Осыпается. Замечательно сделали. Так, ого, ого. Все, тихонько. Довольно... Нехило они бомбят. Я вам скажу. Что ты делаешь? Ага, ты решила вот так вот сделать, Белара. Замедлить его зачем-то. Ну ладно, подбили. Слушайте, вот эти вот... Тихо, тихо, не надо тут. Блин. Да ладно, смотрите, массовыми ударами, ребята, они бомбят. Ну, добьем хоть одного-то. Своими силами. Нет, нифига не добили. И... Главное, выживите. Так, что? Прожарил. И добиваем. Ребята, ну, прошли мы здесь. И довольно очень хорошо. Так, победушка, естественно. Опыт зарабатываем, деньги. Но почему-то я пока не могу до сих пор никого, странно, прокачать. Я надеюсь, у меня этот опыт не в пустую куда-то там летит. Так, Беларушка. Что у нас тут? Раз, два, три, четыре. Четыре этапа всего лишь осталось. Денег мало. А знаете, что я сейчас хочу сделать? Да, ребята, у меня очень много быстрых, как сказать, проходов. Поэтому давайте мы вот кое-что сейчас с вами сделаем. Выбираем вот этот предпоследний уровень, который я смог. И делаем моментально. Сколько вот... Давайте 54 энергии мы потратим. Применяем. Опачки. И стопудово хоть кто-то... Воу, темная кампания разблокирована. Даже вот так вот. То есть у нас была светлая. Сейчас открылась темная. И мы с вами получаем еще немножко энергии. Поэтому я думаю, что есть смысл... Эй, подожди, 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 подожди. Не надо, не надо, не надо, не надо. Я не это хотел сказать. Я вот хотел именно вот это вот моментально. Давайте потратим еще вот так вот. Да? Я думаю, никто не будет против. Победа. Уровень дадут нам? Нет, сказали. Перебьешься пока без уровня. А вот здесь вот что-то мы с вами... Задание. Давайте посмотрим. Путь света 5 из 5. Ага, все, я понял. Это я забираю. И у нас, ребята... По-моему, было написано, что темная кампания открыта, да? Ах, вот оно. Потому что я не могу попасть сюда, потому что нужно два темных героя. А у меня, по всей видимости, нету. Нету двух темных героев. Хорошо. Ладно, рано или поздно он у нас должен появиться. А пока мы отправляем... Подожди-ка, я не понял. 123. Чего? У меня 123 энергии появилось. Так я понял? То есть я могу сейчас зайти в светлую кампанию. И нет. Нет, нет, нет. Здесь почему-то нет. Ладно, хорошо. Давайте тогда, ребятушки, мы с вами отправимся опять в Долину Сокровищ. И попробуем вот здесь вот. Глава 7. На горизонте виднеются шпили и башни какого-то здания. Смогут ли герои получить там ответы на свои вопросы? Уровень уже, посмотрите, ребята, 14-й, 12-й. И я даже не знаю, смогут ли мои, по крайней мере, персонажи здесь как-то противостоять этому нынешнему врагу. Возьмем с вами 32-й уровень Роланда, да? Рыцарь Совета у нас. Все. Я надеюсь, справимся. И из темных, я так понимаю, у меня только лишь кобальт. То есть мне нужен еще один темный персонаж. А вот где его достать и каким образом, честно говоря, пока не знаю. Даже ума не приложу. Вроде бы как, может быть, конечно, в сюжетке что-то появится, какой-то персонаж. Но, по крайней мере, в ближайший момент он не предвидится даже и не виднеется там. Даже на горизонте, елки-палки. Мы с вами, когда пройдем этого босса, надеюсь, мы его пройдем. Если здесь, блин, получится, конечно, пройти так, то у нас только, блин, первый раунд. И уже посмотрите, сколько мы с вами понесли урона. Елки-палки. Ха-ха. Я уже, честно говоря, сомневаюсь. Плюс мы получаем постепенный урон. Посмотрите, этот урон очень много отнимает здоровья. Ого. Тут, наверное, только лишь Роланд у нас сможет выжить. Так, здесь нет огненных? Нету. Хорошо, давайте попробуем здесь забомбить. Так, этого шамана надо по-быстренькому лжить. Ну. Хорошо. Нет, не падает. Не падает шаман. И я боюсь сейчас... Во, упал. Так, отлично. Вот бейте Роланда, пожалуйста. Он у меня сильный. Сильный. Это дружочек у меня играет. Мне не то, что его не жалко, а просто я в общем верен, что у них не получится его уложить. Так, лекарь сам скоро упадет. Добавь 30 в плюс. Спасибо. О чем вообще там разгарит? Ладно. Хоп. Здесь у нас, ну, ничего, в принципе, ребят, сложного здесь нету. Эх. Ёпарасате. Ай. Я боюсь, ребята, здесь, наверное, е. Кто-то упадет все-таки. Наверняка, больше чем уверен. Потому что, как видите, здоровья мало. И вот этот вот, как его назвать-то, Куанчио нафиг. Ну, он на него почему-то похож, блин. Так. Оп. Хорошо. Сейчас зажарит, да? Нет? Что он там сделал? Такое непонятное. Ну, давай, Роланд. Добей мне, главное, он того вот. Вот этого вот. Ну, отлично. Все. Чудненько все у нас прошло. Мы с вами прошли в чистую. Идеальная была победа. Так, деньги, опыт, все как полагается. Ну, что, я думаю, хотел сказать, что мы с вами окрепли. И можно идти, в принципе, на боссах. Нет, хотелось бы. Интересно, мне в основной сюжетной линейке позволят взять друга. Давайте посмотрим. У нас светлая компания, да? Вот это вот миссия, битва. И давайте посмотрим. Добавьте друга, да? Нам дают, ребята, и я возьму... Слушайте, у меня только лишь 20 уровни остались. Надо было, блин, ну если бы я знал, ребята. А можем ли кого-то мы еще добавить? Хм, нет. Так, секунду. А могу ли я хотя бы кого-то из своих подопечных прокачать? Ну, хоть немножечко-то, а? Могу или нет? Так, давай мы тут соберем все это дело. Так, заходим во вкладку героев. Выбираем, например, нашего танка. Тренировать. Вот. Смотрите, я могу вот так вот сделать. Он у меня получает 20 уровень. И дальше почему-то, к сожалению, я не могу. Видимо, нужно его улучшать. Ну что ж, 20 уровень Рогара. Так, а также мне бы хотелось... Что у меня? Роунд вообще что ли? Самый отстой получается. Ну, давай тренировать тебя, конечно же. Он у меня получает 15 уровень. Отлично. Естественно, отлично. А в чем дальше проблема? Почему я не могу? Ах, вот оно что. Не хватает у нас пробирок опыта, ребята. Ладно. И 20... Да, Тонеду, конечно, не помешало бы. Но, опять же, не выйдет ничегошеньки. Все. Ладно, ребята. Вот с такой прокачкой, я думаю, мы должны, в принципе, уже справиться. Ну что же, битва. Так, Ролан встречается лицом к лицу. С ужа... С ужа... Блин, шузаш... Да что ты делаешь? Ролан встречается лицом к лицу с ужасающим лордом Абадоном. Одним из... Одним из... Одним из чего? Одним, короче, из говнюков. Вот так вот. Ну что же, друг у нас выброт. Все, ребята, поехали. Будем, как говорится, разбирать. Пытаться. Демон, что обманом забрал душу. Дай мне, я оставил мой клан на растерзание врагам в этой цедотели. Я отрекся от своей... От своего прошлого и живу только ради мести. Сделка с демонами всегда обман. Жаль, что эльфийские кланы столь дорогой ценой усвоили этот горький урок. Да, столь горький урок. Давайте, ребята, я посмотрю, как у нас тут произойдет дело на автобое. Ух! Так, тихо, 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 тихонько. А, ну, в принципе, рога этого вы можете бомбить. Он выдержит, должен выдержать. Да, не забываем, что у меня танкуль это уже 20-го уровня. А это очень, ребята, хорошо. 20-й левел. Практически неубиваемый, непробиваемый он должен быть. Щиты выставляем. И вот-вот-вот, о чем я вам и говорил, ребята. Он делает провокацию. Умничка. Так, забомбили. Ну и остался у нас здесь один демон. Давайте мы его по-быстренькому уложим. И будем переходить уже на второй раунд. Ну, а третий раунд, ребята, я уже буду сам рулить. Вы уж извините меня. Так, ну-ка. Хопа! Хорошо-то как бомбанул. Малорик. Почему-то... А, вот-вот. Танеда все-таки добил. Я же думал, странно как-то... Что такое? Ну что, ребят, последний демон остался. И я буду переключаться... Давайте сейчас, на всякий случай, этого прожарим. Хм, странно, не получилось. Ну, давай, Танеда. Отличненько. Все, ребята. Идем навстречу Кабадону. Где этот говнюк? Вот он. Я ему должен отомстить. Роланд, Роланд, ты так долго прятался от меня, но стоило украсть пару дорогих тебе людишек, и ты сам прибежал. Так это ты стоишь за нападением на мою деревню и разорением осколка. Я уничтожу тебя, демон. Уничтожишь меня? Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь? Я Абадон, легат бездны, повелевающий ее легионами, разрушитель врат Санктума, а рушитель звезд поденица смертный. Ну, вот как я вам, ребята, я говорил, хрен ему какой ниц, потому что я его сейчас вот так вот. Вначале делаем небольшой легкий стан, разбираемся вот с этими голодранцами, которые тут его окружают. Давай вот так вот сделаем. Бум! Ну, как видите, у нас не получилось. Добьешь? Молодец. Одного минус, ребята. Минусовали. Так, хорош, успокойся. Давайте мы сделаем с вами вот на Абадона. Да, мы его немножко с вами ослабим. Я повесил на него ослабление. Пока он, ребята, еще в коме. Как видите, не может ничего сделать. Ага, все. Сейчас будет лютовать. Но мы должны, ребят, с вами вот этого вот говнюка забомбить в первую очередь. Да что ж такое-то? Давай, все. И приступаем уже непосредственно к самому Абадону. Я ставлю, ребят, провокацию. Да, вот так вот сделаем. Выставляю сразу щиты. И давайте потихонечку его уже бомбить. Так, давай суперударом. Эху, да. Одну ячейку мы уже отобрали у него из здоровья. Но он, как видите, тоже псих еще тот. А вот мы его еще разок застанили на один буквально ход. Прожар... Оу, как хорошо мы сейчас его прожарили, ребят. И дай... Ну, согласитесь, ну, сынок сынком, ё-моё. Истинный маг, сколько я вас уничтожил. Ты никогда не войдешь в темную башню. Беги и прячься. Ибо мое возмездие настигнет тебя. Абадон, ты где находишься? Я тебя не вижу. Как ты назвал меня? Что за темная башня? Проклятие. Куда он делся? Демон сбежал в бездну. Залезывай свои раны. К сожалению, однажды он вправду может вернуться. Еще злее и коварнее. А мне плевать, я буду ждать его на том берегу. И, ребята, получен у нас девятнадцатый уровень. А разве это не прекрасно? А вот, по-моему, кстати, и Абадон, да, сам? Да, по-моему, это он. Ну, что же. Буквально чуть-чуть нам остается получить двадцатый уровень. И я думаю, у нас будет, наверное, какой-то там апгрейд. Что же, мы прошли с вами, получается, или не прошли? Нет, ребята, вот у нас здесь заключительный островочек, акт. Глава пятнадцатая. Битва, которая откроет Роланду, что есть и другие миры. А кто это такой? Смотрите, ребят. Это возбожные противники. Кто он такой? Что это такое? Так он напоминает мне, почему-то, ребят, голема какого-то. Слушайте, давайте посмотрим. У меня опыт есть для того, чтобы я мог хотя бы капельку прокачать своих персонажей. По-моему, нет у меня чеша. Так, подожди. Какие, блин, друзья? Не друзья, мне нужны в героя, ребят. Конечно же, в героях. Так, и зайдем... Давай вот в Тонеду посмотрим. О, я могу, ребятушки, маленечко его прокачать буквально. Чуть-чуть. Но это уже хорошо. Как говорится, с миру по нитке голому рубашка. Замечательно. Все, я отправляюсь, ребята, в светлую компанию. Надеюсь, это у меня падший лорд. Вот этот, что ли, падший лорд восьмого уровня? Ну, как-то нелогично. Но я буду, ребята, естественно, это проверять сам на своем личном опыте. Добавляем друга. Вот этого, естественно, ребятушки. И... А, подожди. Подожди. Ожидание сервера... А почему? Раз, два, три. Кого не хватает? А, кобальда нету, да? Ну что, друзья, готовы? Я лично готов. Так что... Вперед и с песней. Я думаю, что сейчас они получат люлей. Утихомирится нам... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Я был прав, ребята. Это голем. Последний хранитель. Легатпал. Да, я чувствую, кто ты, где пленники, я лорд-хранитель этого осколка, был им. Подавшись страху, я впустил бездну в свою душу и привел демонов на землю, которую поклялся защищать. Ребята, а я о чем вам и говорил, что демоны сами по себе не прибудут. Вот вам и результат. Последний хранитель, видите ли, это дело, как говорится, допустил с его позволения. Видите, он впустил бездну в свою душу и привел демонов на землю. Ладно, читаем далее. Я предал людей, что доверились мне, и стал рабом бездны. Моя душа заточена в этой древней машине. Прошу, сокруши меня, защити людей от меня. Все, я понял, ребята. Он просто-напросто узник, узник демонов. Я думаю, что мы должны его освободить, ребята. Это наш до... О-о-о-о-ук! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Блок? О-о-у! Так, ну хорошо, хоть Роланд нормально так жарит. Давайте делать провокацию, ребята. Нифига! Ё-калымэнышечки! Фух! Ой, да ну! Хорошо-то как бьет у меня Роланд. Отлично! Мы, скорее всего, ребята, сейчас его одолеем. Ну? Да посмотри, у него к магии вообще иммунитет. Я не могу... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Не роняй моих солдатиков, пожалуйста, големище! Не надо так делать больше, пожалуйста! Фига, он пыхнул, ребята! Вы посмотрите! Один лишь пых, и всё! Тонеда и Белара у меня практически на волоске висят. Давай, вот Роланд! Ну, родной ты мой, давай! Давай как-нибудь побыстрее сейчас ещё раз! Жак! К нему! Блин! Тонеда упала! Ты зараза! Ты зараза! Вот так тебе, говнюк ты я такой! Что-что-что-что-что? Вот! Рассыпался, ребятушки! Он рассыпался! Ух! Ну! Чё зависло? А! Смотрите, ребята! Продолжение! В общем, мы с вами победили этого демона, голема! И Роланд там стоит! Что он хочет? Люди освобождены! И пока отправятся в твердыню лорда! Там безопасно! Я хочу поблагодарить вас, друзья! Вы всегда будете гостями в моём доме! Серьёзно? Вернёшься в свою деревню и будешь растить репу? Неужели ты думаешь, что демоны оставят тебя в покое? Я согласен с Беларой, а труде бездны никогда не выпускает добычу из рук! И твои люди не будут в безопасности рядом с тобой! Ей что вы предлагаете? Бежать без оглядки? Скрываться и таиться всю жизнь? Здравствуйте, припыль! Тут ещё драконов нам не хватало! Оробурос! Роланд, ты не сможешь убежать от своей судьбы! Посох Совета величайшее сокровище Рыцаря Совета! Утерян среди звёзд! Но его сила взывает к тебе! Ммм! Найди его! Разбуди в себе силу истинного мага и брось вызов стражам Тёмной Башни! Ты избран спасти мир от пылающей ярости и бездны! Тебе дана великая сила, истинный маг! Пусть она определит твой дальнейший путь, а мы последуем за тобой! Ммм! Вот так вот, ребята! Сам того, наверное, и не подозревая, он оказывается у нас высший маг! По крайней мере, он к этому стремится и все звёзды, как говорится, благословят ему! Ну что же, отличненько! Очень хорошая, ребята, сюжеточка у нас началась! Как говорится, друзья нас не покинули в трудную минуту, они всё ещё с нами! Но я думаю, что ко мне будут присоединяться всё более новые и новые персонажи! Поздравляю, вершителя! Все битвы акта пройдены! Тебе открылся героический режим! Да, спасибо тебе большое! В героическом режиме тебя ждут сильные враги и щедрые награды! А ещё осколки для открытия героев и повышения их звёздности! Ага! Вот так вот, значит, да? Ну, у нас, ребята, также открылся акт 2! Акт 1 кампании пройден, но твои приключения не закончены! В акте 2 тебя ждут новые герои и ещё больше битв! Ээээ, понятно, Ура Борос! Я так понимаю, это Ура Борос с нами разговаривал! Ух, шикарненько, шикарненько! И, ребят, я вот не знаю, вот... Ты собрал достаточно осколков, чтобы повысить звёздность одного из своих героев! Эээ, сделай это прямо сейчас! И это у нас будет Роланд! Сто пудов! Ха-ха-ха-ха-ха! Ну, так, осколки! Давай! Повысить звёздность героя и сделать его сильнее можно за серебряные монеты! 4 тысячи, а у меня их 44 тысячи! Ху! Делаем, ребята, конечно же, это дело! И получаем 2 звезды! Отлично! Но новенького у нас, я так понимаю, ничего не откроется! Эээ, да? К сожалению, да, ребята, давай наденем предмет в этот ремешок! Слушайте, а, у нас тут ноль осколков! Хорошо, Роланд у меня... Блин, у Тонеды тоже... Короче, только лишь Роланд у меня повысился по уровню! А остальные пока, ну, скажем так, нищеброды! Ну, как ещё по-другому их назовёшь? Ух! Ну, тем не менее, тем не менее! Не все герои выбрались стезю света! Во мраке тоже есть путь, но его не одолеть без поддержки! Да, я уже это понял! Так, тени смерти! Роланд отправляется в болото проклятого Орехона на поиски посоха Совета, могущественного артефакта древности, способного высвободить силу истинного мага! Открой больше героев тьмы, чтобы отправиться в новое путешествие! Ага! Глава 1! Над родной деревней Лорен Роланда поднимается густой чёрный дым! Случилось что-то ужасное! Ну, это, ребята, то же самое, только уже на Геройке! Пепел очага! Битва! Добавьте лучшего друга! Ну, вот, добавляем! Добавили! Битва! А я не могу, что ли? А, да, ребята, пока, видимо, я не пройду сам лично на 3 звезды! И я ничего здесь поменять не смогу! Ну, давайте посмотрим, как у нас здесь будет! Я поставлю на автобой! И посмотрим, насколько он героический, этот уровень сложности! Оу! 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 Ёкаломенешечки! АБВГДшечки! Так, хорошо! Давай посмотрим, что будет дальше! Опа! А выжить тут вообще реально? Я не знаю, честно говоря, блин! Как-то идет разбор полетов, причем довольно нехилый! Так, ну давай, так, Тонеда, стой, подожди, не падай! Не падайте, мои воины! Воины, держимся! Поднять, как говорится, щиты! Давай, хоп! Все, давай последнего вот этого вот кобальта! Эть! Забомбим! Я просто хочу посмотреть, что, сколько и чего мы за это получим! Помогите с миссиями! Кому не впадлу, добавьте! Вау! Да блин, Тонеда упал! Да чтоб тебя, ребят! Никаких нам трех звезд не видать! Как вы понимаете? Роланд, ёббарасетес! Что ж ты? Да давайте добьем этого кобальта тоже! Это ж первый уровень героический! Мы тут, извините меня, даже его пройти не смогли! Нет, мы его прошли, но не без потерь! Оу! Карточки, ребята, мы получаем! Вот оно что! Вот оно как! В принципе, ребята, оно стоит того, чтобы это дело проходить! Естественно, на три! На три звезды! Чтобы можно было потом все это по-быренькому прошуршать! Активировать! Конечно, мы активируем! И у нас грок! Кобальт-защитник! Что нам здесь показывает? Что вы хотите? Нет! Нет, 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 нет! Это нам не нужно! Вернуться! Да не надо нам никакой вернуться к акции! Вершитель! Тебе открылась компания тьмы! Хе-хе! Ну, открылась компания тьмы! Тени прошлого! Шаразару давно оставил ремесло наемного убийцы, но тени прошлого так легко не отступают! Их черная воля велит Шаразару отправиться по следу таинственного мага и вынести ему смертный приговор! Ха! А здесь начинается твой путь во тьме! Так, глава 1! Поиски безголового мага приводят Шаразара в разоренную деревню! Ага! Он, то есть, идет по нашим следам! Ох ты, вот он, Шаразар, ребята! Только герои тьмы могут сопровождать тебя в этом путешествии! Я понял! Довольно прикольно! Давайте, ребята, посмотрим, что это из себя представляет! То есть, нам придется прокачивать и Роланда, и... О, Шаразар, мы должны найти белого мага здесь, но деревня разорена! Темные эльфы не предупреждали о таком? Кэр! Ага, и тут ждут кобальды, да? Типа ловушка у них! Слушайте, это, короче, ребята, темный эльф! Убийца! Ну, пропустить! Задание отнимет больше времени, чем я рассчитывал! Впрочем, этого стоило ожидать от лживых детей тьмы! Ух! Ладно, хорошо, давайте посмотрим, на что мы, ребята, способны! Прикольно, он такой... О-о-о-о! Давай вот это вначале проверим! Ага, это у нас удар магии! Так, давай посмотрим... Танк! А, ну он первого уровня, ребят! Что я от него хочу? Давай посмотрим воронов! О-о-о! Это уже массовый, ребята, урон! Понял! Ну, понятно, он упадает! Что от него хотите? С бойца! Так, давай посмотрим теперь вот это вот! О-о-о! Удар! Смертельный удар клинками! Назовем его так! Так! Ну-ка! А, подожди, подожди, подожди! Давай посмотрим вот это вот! Э-э, погоди! Это что сейчас было? Ха-ха-ха! Что мы перевоплотились? А-э-э... Для чего? Хм! В чем прикол? Надо будет потом, ребята, читкануть это дело! Нет, с другой стороны, это, конечно, хорошо, если мы можем вот так вот переуплощаться в любого, извините меня, демона или... В кого бы то ни было, это, с одной стороны, полезно! Бум, упал! Так, давайте мы вот этого вот кобальда забамбашим! Бум! Нет, нет, стоит, крепко стоит соложонок на ногах! На своих маленьких вонючих лапках! Ну, падать будешь? Не падает! Давай, массовый, массовый! Вот! Слушайте, ну, массовый, как-то отнимает, мало... Мало урона наносит! Так, давай... Нет, подожди, тут у нас откаты! Есть такие вот герои, которые к магии имеют очень сильный иммунитет, и поэтому их пробить в магии практически невозможно! Только физухой! Но, тем не менее, ребята, мы играем с вами за темного эльфа! Скорее всего, так... Победа! Получаем 11 карточек сразу же! Хм, неплохо! А нужно их там, по-моему, 15, да? Чтобы я мог прапать! В общем, шикарно все! Очень хорошо развивается у нас сюжетик! Тем более, у нас уже два сюжета! Мы из-за Роланда! Вау! Новый герой! Подожди, новый герой! А, мы его только сейчас вот получили! Все! Понятно, ребята! До этого была как бы пробная, пробная заходочка! Так, герой плюс 3! Кого? Чего? А, ну, понятно! Вот наши светлые, вот наши темные! Ох, темнота! Ух, темноту! Так, потом только не говорите, что у нас будут вот это вот, вот это! Ох, вот он голем, ребята! Этот голем! Очень даже прикольно! Но это мы уже, ребяточки, с вами будем продолжать в следующей серии! Уж извиняйте! Хорошего потихонечку! 19-й уровень, скоро будет 20-й! Так что, дорогие мои друзья, всем большое спасибо за просмотр! Добавляйтесь в друзья! Буду, как говорится, ваших героев! Ну, главное, чтобы они были круче, чем я, естественно! Буду их везде брать, будут они мне помогать! Ну, а на этом все! Всем пока, всем удачи! И до новых скорых видосиков, ребят! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!